Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка, который учрежден с целью напомнить всем об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека. Растущая с каждым годом популярность компьютеров, электронной почты и электронных блокнотов, СМС, а также других средств быстрого общения постепенно уводит современного человека от возможности выразить свои мысли, написав их собственноручно. Современные ученые называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека. Размер букв, их наклон и форма, направление, интенсивность нажима, характер написания слов и общая оценка. Графологи полагают, что между особенностями почерка и чертами характера обязательно должна существовать какая-то связь, потому что человеческий мозг посознательно вводит рукой пишущего. Старший преподаватель по криминалистике и криминологии филиала Дагестанского государственного университета Нажмудин Залимханов рассказал о некоторых особенностях, характеризующих психологическое состояние человека по письменной речи. В письменной речи можно определить психологическое состояние человека, а именно какие признаки при этом выявляются. В первую очередь, неразборчивость, во-первых. Во-вторых, буквы неоднородные. В-третьих, не однолинейно. Нет-нет, значит, он, значит, какую-то грубость, грубые слова, значит, проявляет там. Значит, в основном вот эти три-четыре признака. Значит, кроме психологической стороны, значит, можно определить по почерку, по письменной речи и возраст человека, значит, и национальность, значит, и урод занятий, даже и место жительства. Не менее важной особенностью для человека, характеризующего его как личность, является подпись. В современном мире люди пишут ручкой все реже, а вот подписи в документах, ведомостях и других местах ставят по-прежнему. Тем не менее, не стоит пренебрегать знанием о том, как определить характер по подписи. Подпись – это особенно четко выработанное условно-рефлекторное движение, которое остается без изменений. Своеобразное отражение сгустка всего того, что есть в человеке. Обо всем этом рассказала педагог-психолог профессионального педагогического колледжа Айбат Ильясова. Чем длиннее, чем помпезнее расписана подпись, это говорит о том, что у человека ярко выражено свое «я». И это «я» он выражает свои подписи. Ну, из тех подписей, которые представлены у нас, я могу выделить вот эту подпись и вот эту. И чем менее, как бы, человек, допустим, к примеру, да, если мы расписываем ее таким образом, ну, это образец подписи, да, то это говорит о заниженной, возможно, о заниженной самооценке и неуверенности, которая является следствием этой заниженной самооценки. Как объясняют криминалисты и психологи, почерк человека может рассказать о многом – об эмоциональной устойчивости или нестабильности. Строка, ведущая при написании строка по прямой, говорит о том, что человека сложно выбить из колеи. Медленно и верно ползущая вверх свидетельствует об оптимизме, либо наоборот. Размашистый говорит о том, что натура творческая. Вика Сулейманова, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс».